МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяны Молковой. Прямо сейчас о главных новостях в Чувашии и в России. Смотрите сегодня. Опасное растение, когда-то изысканный корм для животных. Война затянулась на полвека. Смогут ли в республике избавиться от борщевика? Мусор, стены и даже мебель в плесень. Администрация города говорит, что жить можно. Погорельцы не согласны. Кто решит жилищную проблему пострадавших от пожара в Ночебоксарске? Болезнь, прививка или страх? Почему россиян продолжают убеждать вакцинироваться, а они сопротивляются и тысячами едут в больницы по скорой? Новые факты последствий пожара в общежитии города Ночебоксарск. Напомню, собственники комнат по улице Советская, 14, записали видеообращение к президенту России с просьбой о помощи. По их словам, местные власти затягивают ремонт кровли и вводят жильцов в заблуждение по поводу сроков окончания работ. Моя коллега Екатерина Никитко встретилась с обеими сторонами. Своя комната, поэтому не больно. Все равно ломать. Во, все сгнило. И как его? Быстрее бы сделали крыши и все. Мусор, стены, покрытые плесенью, сгнивший пол и лужи. Все это уже больше месяца наблюдают жители общежития. Каждый день они приходят сюда в надежде увидеть начало ремонта. В нашем доме уже в течение месяца никакие ремонтные работы не велись. Ну, приходили пару человек, через день приходили. И они там убирали мусор. В администрации пока ищут подрядчика. Власти выплатили по 10 тысяч рублей на человека и переселили погорельцев во временные пункты размещения до окончания ремонта. Пострадавшие получают трехразовое питание и льготы. Проведен демонтаж крыши полностью и утилизация. В настоящее время идут работы по демонтажу и утилизации керамзита. Проведена экспертиза кровли. Также разработана проектно-смертная документация на восстановление кровли, инженерной коммуникации. И получено положительное заключение экспертизы. Жители рассчитывали в начале сентября вернуться в свои комнаты. Ремонт стен там от трещин. Это отдельная позиция. К сожалению, вот таких ничего, условно, документов не были предоставлены. Жители уже устали от разбирательств. И просят хотя бы отремонтировать кровлю и восстановить коммуникации. Небольшие дожди в августе уже помешали. Стены и мебель серые и покрываются плесенью. После видеообращения в сети интернет прокуратура города вчера начала дополнительную проверку. 21 июля текущего года возбуждено уголовное дело по факту возгорания чердачного помещения по улице Советская, 14, города Новочебоксарск. Прокуратура города данный вопрос находится на контроле. Кроме того, проводится контрольно-отзорное мероприятие. Прокуратура проверяет, местная администрация отписывается, а жильцы ждут. Ждут, когда чиновники наконец-то найдут виновников пожара и выполнят свои непосредственные обязанности. И до развязки истории, видимо, еще далеко. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика Новочебоксарск. Поддержка детей и семьи школьников 5-11 классов из многодетных малоимущих семей в Чуваши обеспечат горячим питанием за счет региональной казны. До этого расходы на обеды этой категории финансировались исключительно за счет средств муниципальных бюджетов, и у каждого они были разные. На заседании Кабинета министров республики утвердили правила предоставления субсидий из республиканского бюджета на обеспечение бесплатного горячего питания. Документ разработан в рамках указа главы региона о повышении социального благополучия многодетных семей Чувашской республики. Касается многодетных малоимущих семей, чьи дети обучаются по программам образовательных 5-11 классов. Сегодня у нас таких ребят 11 472. Средства были выделены в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 14 июля. И изменения уже в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета в части увеличения бюджетных ассигнований внесены на сумму 74,6 миллионов рублей. Родителям нужно написать заявление и предоставить в школу документы, подтверждающие, что семья находится в статусе многодетной малоимущей. В этом году в Чувашей школьной линейке в День знаний пройдут в традиционном формате. Правда, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Ученики соберутся в классах или на параллелях на открытом воздухе. Родители смогут порадоваться за детей, но с использованием масок. Если же погода не позволит организовать линейку на открытом воздухе, то праздник перенесут в помещение и уже без мамы и пап. Учиться дети будут так же, как и в прошлом году. К слову, в Чебоксарах за парты сядут 66 тысяч детей, в том числе 8 тысяч первоклассников. В Чувашии увеличат прожиточный минимум на душу населения с 9 804 рублей до 10 158. Законопроект рассмотрели на заседании Кабинета министров. Теперь величина увеличивается один раз в год на основании среднедушевого дохода россиян, а не как раньше ежеквартально, исходя из стоимости потребительской корзины. Путем расчета выводится величина прожиточного минимума на душу населения в целом в Чувашской республике в размере 10 158 рублей. Для трудоспособного населения 11 072 рубля, для пенсионеров 8 736 рублей. Размер прожиточного минимума на детей на 2022 год предлагается установить именно с этим коэффициентом роста 102,5. И, соответственно, он составит 10 130 рублей. В проектировках республиканского бюджета на следующий трехлетний период средства заложены уже с учетом предлагаемых величин прожиточного минимума. Коронавирус не сбавляет темпы. Появляются новые штаммы, а число выявленных случаев не опускается ниже 70 заболевших. По данным Федерального оперативного штаба, за истекшие сутки в Чувашии заболели 89 человек. Не справились с болезнью 11 жителей Чувашии. По всей республике работают мобильные пункты вакцинации. Бригады врачей находятся преимущественно в многолюдных местах, чтобы привлечь как можно больше жителей. Волонтеры развешивают объявления на стенды у подъездов и ближайших домов. Так и Александр Сергеев пришел в ДК «Салют» на вакцинацию. Переболел в октябре прошлого года. Не хочется рисковать. Решил себя таким образом подстраховать. В прошлый раз отделался герким испугом. Не верил еще раз. Мобильные группы работают с 4 до 7 часов вечера. С понедельника по пятницу по пути с работы жители могут прийти в один из таких пунктов и быстро, без очередей сделать прививку. Мобильный пункт вакцинации от вакцинара ничем не отличается, кроме того, что это удобно для пациентов. Все санитарные эпидемиологические нормы соблюдены. Все перчатки, маски, шапочки. Все обрабатывается после пациентов. А те, кому за 60 или кто не может выйти из дома, могут пригласить врача на дом. Он сделает прививку от коронавируса так же, как и в больнице. Мошенники, инвестиции, детский бюджет. Все это не набор слов, а тема финансовой грамотности населения. У жителей республики отмечают специалисты низкий уровень финзнаний. И это грозит тем, что не все умеют планировать бюджет и эффективно использовать имеющиеся на рынке инструменты. А в погоне за быстрой выгодой часто поддаются на уловки интернет и телефонных мошенников. Министерство финансов Чувашской республики и Национальная библиотека совместно со Сбербанком провели практическую обучающую конференцию «Финансовая грамотность в библиотеках». Где в районах и малых городах узнать необходимую информацию? Конечно же в библиотеке, в центре притяжения. Библиотека Рязаликовского, Козловского, Янтиковского и других районов приехали учиться и передать свои знания своим читателям. Одним из пунктов дорожной карты, которая у нас утверждена Координационным советом по повышению финансовой грамотности, является задействование библиотек в повышении финансовой грамотности населения. Потому что они, как известно, работают с различными слоями населения и максимальный охват населения можно охватить с использованием библиотек. И надеемся, что уровень финансовой грамотности населения в итоге вырастет у нас во всех деревнях и поселках как раз таки с использованием библиотечной системы. Мошенничество и безопасность платежей, управление личными финансами, инвест-программы. Эти темы обсуждались на конференции. В каждом районе мы будем помогать библиотекам присутствовать и обучать. И совместно проводить такие активности, потому что понимаем, что от финансового образования людей зависит в том числе их безопасность, ну и наше улучшение благосостояния. Во время пандемии злоумышленники тоже перешли на дистанционку. Как распознать мошенника и как ему противостоять? И он спокойно говорит, мужик, хочешь бутылку? Хочу. А тебе хочешь? Хочу. Идешь в банк, получаешь на себя карту, пин-код мне с картой. Спикер, как настоящий актер, представил и обыграл классические методы обмана, на которые попадаются даже самые недоверчивые. И вот эта бабуля в сопровождении таких двух дядей в робе, да, приходит в филиал, снимает там свои деньги и отдает им. Еще один блок был посвящен родителям и детям. Учиться планировать надо одновременно с математикой. Но прежде чем учить детей, надо самим знать, что и как. Мамы и бабушки постигали финнауку с АЗОВ. Я боюсь свою внучку отправлять в магазин, ей пять с половиной лет. У меня страх такой очень большой. Первую покупку рекомендуют делать психологи в возрасте от шести до семи лет, когда дети уже могут читать. По окончанию семинара библиотекарь с багажом новых знаний отправили свои населенные пункты. Теперь спикерами будут они. Станет ли население финансово грамотным, покажет уже время. Екатерина Шеверова, Юрий Марков, Республика. Борщевик Сосновского или, как его еще называют, месть Сталина по всей Чувашии занимает площадь около 300 гектаров. Пока его распространение на территории сельских поселений не вызывает опасений. Если ситуация выйдет из-под контроля, появится серьезная угроза. Сок сырника для человека вызывает ожоги, аллергию и удушье. В редких случаях летальный исход. Центр управления регионом уже зарегистрировал случай неосторожного обращения с растением. В Чувашской республике борщевик Сосновского распространился уже на 300 гектаров. В 2021 году на борьбу с сырником в республике выделили больше 8 миллионов рублей. Деньги уже направлены в районы. Он прорастает по всей Чувашской республике. А именно в нашем районе данное растение занимает площадь 13,9 гектара. В основном он у нас расположен вдоль берегов рек, где идет водоохранная зона. Поэтому предусматривается только механическая работа. Рядом с деревней Арзюнокосыча до Косинского сельского поселения борщевик разросся уже на гектар. Развесистые зонтики по берегу реки Унга. Химическая обработка растения запрещена, а трактор даже не подъедет. Повсюду овраги. Придется работать вручную. У нас в районе был тендер. Выиграл и по Аркадьев. Он обязался до 30 сентября полностью вот эти участки обкосить. Борьба с борщевиком Сосновского – дело непростое и даже опасное. Сок растения поражает кожу. Правда, при одном условии – нужен яркий солнечный свет. То есть ночью борщевик полностью безопасен. Но лучше обходить сорняк стороной. Если сок, он, кстати, без цвета и запаха, похож на обычную воду, попал на кожу, действовать нужно быстро и правильно. Обильное промывание ожоговой поверхности водой. Можно мылом. И дольше промывать минут 15-20. Затем наложить повязку, ассептическую повязку. Борьба с борщевиком в России длится уже больше полувека. После военные годы он был привезен по поручению Сталина в качестве нового и питательного корма для сельскохозяйственных животных. Растение придавало молоку коров странный горьковатый привкус. Поэтому от него решили отказаться. Но избавиться от сырника, как оказалось, большая проблема. Екатерина Никитко, Алена Алтухова, Георгий Кривошейн, Республика. Чувашский хмель участвует в национальном конкурсе «Вкусы России». Это растение для чувашского народа имеет символическое значение. Изображение хмельной лозы с шишками присутствует на гербах Чувашской республики, столицы и Козловского района. Хмель – это образ традиционного богатства чувашского народа. Ведь наша земля издревле славилась хмелеводством. В каждом доме готовили пиво по своему уникальному рецепту и считали его целительным напитком. Чувашский хмель экспортируется в Азербайджан, Казахстан и Киргизию. Среди импортеров предприятий фармацевтической промышленности и производителей пива. Проголосовать можно до 7 октября на сайте конкурса «Вкусы России». На этом у меня все. Голосуйте за Чувашский хмель и гордитесь своей родиной. А я, Татьяна Молокова, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова